Слава Господу! Я бы хотел поделиться тем, что мне Бог положил на сердце. Мне пришла такая мысль, что человек привыкает, привыкает ко всему. И как-то я за собой заметил, прежде всего, что христианин привыкает к молитве. То есть молится, молится, сначала получает, потом уже реже получает. И как бы относится к этому так, что, ну, наверное, я так подумал, мы так созданы, что привычка, свойственно нам привыкать ко всему. Я так думал, ну, как сказать, просто пришла такая мысль. Я обратил внимание, когда я читал Исход, значит, на общение Моисея с Богом. То есть как у Него сложилось общение, и хотел бы взять с Него пример. Хотел бы взять с Него пример. То есть общение Его начиналось, мы помним как, да? Что Бог первый как бы обратил на Него внимание. Когда был горящий куст, Он позвал его к себе, и как бы Бог первый привел. Также, наверное, и скажем из нас, что Бог в начале пути, Бог сам что-то ложит на сердце, изливает на нас благодать, а потом уже надо прилагать какой-то труд. Все чаще самому пребывать в молитве, усердие какое-то прикладывать. И вот Моисей, он как бы постепенно тоже развивал свое общение с Богом, развивал свою молитву. И я зачитаю из Исход, 33 глава, 7 стиха, до чего, ну, как бы уже доходило вот это общение с Богом у Моисея. «Моисей же взял и поставил себе шатер вне стана, вдали от стана, и назвал его Скинию собрания. И каждый ищущий Господа приходил в Скинию собрания, находившуюся вне стана. И когда Моисей выходил к Скинии, весь народ вставал, и становился каждый у входа в свой шатер, и смотрел вслед Моисею, доколе он не входил в Скинию. «Когда же Моисей входил в Скинию, тогда спускался столб облачный и становился у входа в Скинию. И Господь говорил с Моисеем, и видел весь народ столб облачный, стоявшего у входа в Скинию. И вставал весь народ, и поклонялся каждого у входа в шатер свой. И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим». И мне очень стало интересно в этот момент, когда я дочитал, думаю, ну, наверное, каждый бы хотел иметь такое общение, такое очень близкое общение, как бы с другом своим. И на самом деле оно так и есть, что мы можем обращаться к Богу как к своему другу, открывать свое сердце, чем-то делиться. И Бог, Он дает ответ в молитве, и в молитве дает ответ. И просто надо быть внимателен, когда Он может нам дать ответ и через проповедников, и через псалмы. И вот Моисей, как бы я думал, ну, вот интересно, ну, вот уже, наверное, некуда больше так развить общение свое, что просто, как бы, приходил на общение с Богом в Скинию, и Бог сразу его посещал, как бы, и, ну, наверное, это, думаю, вверх. И я читаю дальше, и оказывается, все еще, еще ближе и ближе Моисей сближался с Богом. И когда, ну, Моисей просил его, да, чтобы он, Бог сам пошел с ними и вводил их в эту землю, и Бог согласился с ним, и Моисей тогда сказал, 18 стих, Моисей сказал, покажи мне славу твою. То есть Моисей захотел увидеть уже Бога. Хотя я думаю, что он понимал, что Бога никто никогда не видел и не мог увидеть, потому что человек, ну, не может увидеть Бога. И Бог ему так потом и говорит, там, если ниже читать, что не может человек увидеть мое лицо, но я тебе покажу, как бы, сзади. Ну, мы помним эту историю, что Моисей встал в ущелье, значит, Бог прошел мимо, и Моисей увидел его сзади. То есть, ну, это уже, ну, не знаю, это уже каждый бы, наверное, хотел, хотя бы сзади увидеть Бога. И вот я так думал, что все-таки нашу молитву мы можем развивать. С каждой молитвой, когда мы становимся на колени, мы можем не просто нужды, да, приносить. Я бы хотел просто подчеркнуть такую мысль, что молитва – это не просто средство передачи Богу какой-то информации. Ну, то есть, вот наша нужда, вот Господи, ну, вот помоги там всем, и все, и вот так. То есть, это общение с Богом, это надо просто прикладывать усердие, прикладывать какое-то старание, значит, постоянство, да, как сегодня уже брат Илья зачитывал это место к Ефесянам, значит, всякую молитву, 18 стих 6 глава, «Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом, и старайтесь о всем самым, со всяким постоянством и молением о святых». То есть, как написано, «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». И об этом бы я хотел просто помолиться, чтобы мы не забывали, что наша молитва, она не должна охладевать, что мы всегда, нам должно быть интересно, как брат Ричард говорил, узнать характер Бога, да. Вот об этом бы я хотел помолиться, чтобы мы в молитве всегда могли получать силу, потому что время уже последнее, как брат Илья опять же говорил, чтобы мы могли всегда приходить к Богу и получать эту силу. Одни ли мы дома где-то или в церкви на собрании. Аминь. Спасибо. 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 Спасибо.